Вехи свидетельства. 15 лет назад на энкаутере Господь показал мне в видении мое призвание через символическую картину. Окружающее исчезло. Я увидел себя и еще какую-то группу верующих, не то идущих за мной, не то идущих рядом. Мы передвигались по дикой лесистой местности, преимущественно поднимаясь в гору. Чем дальше, тем гора казалась круче. Стало ясно, что эти люди идут за мной. Я чувствовал помазание, и мне казалось, что я знаю, куда идти. Мы молились и искали Господа. Мы знали, что там, на вершине, нас ждет все, о чем только можно мечтать в Господе. И вот показалась вершина. Но вскоре моя радость сменилась растерянностью. На вершине стоял крест. Я вдруг четко осознал, что мне необходимо зайти на него и умереть. От неожиданности я отпрянул назад. Но в следующую секунду понял, что как бы это ни было страшно и тяжело, другого выхода нет. Я понял, что настоящая жизнь может быть только после того, как я взойду на этот крест. Я взошел на него. Смерть не была страшной. Она словно бы явилась переходом, за которым я увидел новую жизнь. Я увидел другую часть горы, скрытый до этого времени склон. Я вдруг осознал, что только теперь началось настоящее христианство, только теперь началась настоящая жизнь. В этот момент, на другой стороне горы, я увидел, как появляется еще один такой же крест, потом еще один, и еще, и еще. Кресты появлялись десятками, потом сотнями, и в конечном итоге их стало несметное количество. Они миллионами ушли по обе стороны в горизонт. В этот момент начался рассвет. Бог призвал меня в пробуждение и активировал в пророческую сферу мощно и сверхъестественно в 2019 году. Это было подобно обращению Павла. Это свидетельство описано в книге «Коды мегапробуждения» в трех частях. Мои книги можно найти, например, через поисковик Яндекс. Я решил отказаться от перспективной карьеры писателя и пойти за Господом в пробуждение. После этого он дал развернутое видение глобального пробуждения, показывая стратегии и план жатвы. Это видение описано в учебнике глобального пробуждения. Он повелел написать книги об этом, передавать его послания на канале «Голос глобального пробуждения» и открыть в интернете международное служение «Ковчег пробуждения», объединяющее в сотрудничестве пробужденцев разных стран и динаминаций, от пастырей до новообращенных. С момента моей активации на кресте пробуждения началась настоящая книга деяний. Сам Господь постоянно подтверждал все эти послания многими знамениями от Него, а особенно десятками исполнившихся конкретных пророчеств. И всего за несколько месяцев война в Карабахе, все, что случилось с Трампом, радикальнейшие перепады температур, отключение электричества и тому подобное на сотни миллионов по всему миру, колоссальные затопления с 2021 года, активация массы вулканов, активация ключевых людей пробуждения, бумы различных эпидемий, включая мутированные, невероятное увеличение пожаров, взрывов, катастроф, бунтов, новые войны, перемены относительно ковида и т.д. Это задокументировано на нашем канале. Чему-то еще только предстоит исполниться. Существенные кризисы, голод, масштабные эвакуации и т.д. Пункты посланий всегда дублировались и дублируются авторитетными людьми в христианстве, так как это давал сам Иисус Христос и подтверждал устами двух или трех свидетелей. С прошлого года Бог показывал, что в 2021 году начнется пробуждение в Сибири, но не так, как все ожидают, и что в мае-июне откроется портал пробуждения. Об этом я постоянно говорил в роликах. Уже в мае пророку Яне Титову Бог показал это же, плюс еще несколько вещей, о которых я давно пророчествовал и выкладывал все на канале. Потом выяснилось, что она не смотрела наши ролики, что сам Господь показал ей это и повелел ехать в Сибирь на открытие портала пробуждения для соединения ключевых людей жатвы, их пазлов и рождения ведения на этот сезон. С 14 по 19 мая в Абакане проходила соответствующая конференция и пророческий ретрит. Там, на шавуот, Господь совершил все это, открыв с громом среди ясного неба 17.05.21 портал глобального пробуждения над Сибирью. Это зафиксировано на видео. Смотрите фильм «Старт пробуждения в Сибири». В портал РОС и 19.05.21 космонавты видели непонятное свечение над частью планеты. Это задокументировано. Были и другие серьезные чудеса от Господа. То есть, это факт. Там произошло настоящее небольшое пробуждение. Многие пророчествовали мне там, что Бог хочет высвободить через меня ведение на этот сезон пробуждения. Мне это показалось странным, но когда я вернулся домой, то не мог сосредоточиться на насущных делах из-за мощного помазания славы Божьей и беременности этим ведением, которое вскоре родилось 25 мая. Ведение с 21 по 25 год. Крест пробуждения. Еще в 2020 году Бог показывал, я это озвучивал, что второй прорыв в деле пробуждения произойдет во второй половине осени. И что к концу 21 года ряд служителей, в том числе и очень известных, начнут принимать ведение и объединяться в единую армию пробуждения, начиная сотрудничать и с нами, и между собой. Так же, что темные силы активизируются чрезвычайно в своих усилиях против человечества и церкви. Все эти процессы уже начались. Бог начал объединение армии, показав, что степень единства и принятия ведения прямо пропорциональны мощности пробуждения. И 25 октября он дал это ведение креста армии пробуждения. После этого Бог сам сверхъестественно начал производить все показанные процессы. Важно понимать, что степень успеха в пробуждении, как никогда сейчас, зависит от степени распознания и применения пазлов ведения на пробуждение, даваемого Богом через разных служителей. Как в истории с Нейманом, это не то, что многие ожидали, но блажен, кто узнает за этим Господа, выполнит свою часть, возьмет крест пробуждения и дойдет со Христом до полной победы. Продолжение следует...